В эфире Народное Славянское Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. По одному из современных календарей 24 сентября 2019 года, вторник, причины и методы избавления от алкогольной зависимости, тема сегодняшнего эфира, в виртуальной студии Андрей Сталинов и Евгений Роденко. И мы переходим ко второй части нашего эфира «Ответы на вопросы», реплики, комментарии, которые приходят от наших радиослушателей и зрителей. Напомню, где вы можете их писать, задавать. Это на ресурсах Народного Славянского Радио, словрадио.org.сайт. И канал в YouTube – youtube.com.slashslavradio. Первый вопрос. От Виктора Куприянова. Здравия, Андрей! Вы говорите о родителях, которые сами психологически более-менее здоровы и могут как-то воспитывать своих детей. Но ведь в нашей стране очень много семей неблагополучных, где родители сами пьяницы или алкоголики. И дети, когда подрастут, будут перенимать их поведение. Как спасти таких детей? Благодарю. Ну, честно говоря, вы знаете, когда мы обсуждали эфиры, мы хотели дать, конечно, прежде всего инструмент тем родителям, которые хотят помочь своим детям войти в эту жизнь и, можно сказать, реализовать свое предназначение, судьбу. Как помочь этим детям? Это только за счет государственной уже политики. То есть окружение социальное должно компенсировать то вредоносное влияние, которое идет от родителей. Есть, конечно, самый простой способ – это сухой закон. Это самый простой способ в этом плане. Очень много споров о том, если раскладывать плюсы и минусы по весам. Я вам хочу сказать, для власти сухой закон страшен не потому, что, допустим, приводят, что люди начнут всякую дрянь пить и так далее. Для власти прежде всего сухой закон страшен простой аналогией. В 14-м году был введен сухой закон о Российской империи. В 17-м году произошла революция. В 86-м, по-моему, году была начата антиалкогольная компания Горбачевская. В 90-м году Советский Союз развалился. В 91-м. Вот это, я думаю, основной аргумент, который не оглашается, но который тормозит власть от введения сухого закона. Потому что, если говорить об производительности труда, если говорить об исправлении демографической ситуации, то самым действенным, повышение качества, увеличение, улучшение научных кадров и так далее, это практически все сферы влияния, все сферы народной деятельности, все сферы, связанные с жизнью человека, при условии, что убирается алкогольное давление, они улучшаются. У трезвического движения есть такая методика, когда графики алкоголизации накладываются на графики того или иного явления. Ну, самые яркие – это демографические. Например, уровень смертности, если наложить на график алкоголизации, кривизна их повторяется. То есть можно вывести однозначную связь между смертностью и алкоголизацией. То есть уровнем потребления алкоголя. Можно увидеть прямую связь между уровнем потребления алкоголя и рождением детей с врожденными дефектами, прежде всего умственными. То есть уровень дебилизации, с уровнем алкоголизации в этих графиках введена прямая связь. И такие графики – травматизм на производстве. мертворожденные дети. И так далее, и так далее, и так далее. То есть вот есть целая брошюра «Союз борьбы за народную трезвость», который вот эти графики показывает, что когда растет алкоголизация, растут негативные явления во всех практически отраслях жизни. снижается алкоголизация, снижаются негативные, увеличиваются положительные моменты. То есть, например, по антиалкогольной компании «Грабачевской» хорошо видно повышение уровня рожденности и снижение уровня смертности. Самый яркий – попробуйте, посмотрите в интернете, вы это увидите. И что касается вот таких семей, тут может помочь только вот именно жесточайшее ограничение алкоголизации. То есть алкоголь должен быть практически недоступен. Благодарю, Андрей. Я тоже посмотрел статистику, тут нашел по поводу, сколько денег тратит государство на устранение всех этих алкогольного беспредела. Вот нашел прямые и косвенные убытки более 1,7 триллиона рублей. Это в 20 раз больше, чем прибыль от акцизов. На каждый полученный рубль страна теряет 20. Ну, есть разные методики, разные методики есть расчетов. В разных странах используются разные методики, они колеблются от 1 к 4 до 1, ну, как вы говорите, к 20. Но это 20 – это слабо подтвержденные, мягко говоря, данные. Честно говоря, официальной такой статистики не существует. Это все, так сказать, довольно эмпирические расчеты, которые по многим косвенным параметрам подвязывают. Понимаете, на самом деле нет такой, ни одной нормальной научно-исследовательской работы. Такие работы не финансируются, к сожалению. А вот такая статистика. Вот нашел преступление в состоянии алкогольного опьянения. Убийство – 82%. Самоубийство – 75%. Аварии со смертным исходом – 50%. Изнасилование – 50%. Ну, вы знаете, самая актуальная статистика связана именно с дорожно-транспортными происшествиями, поскольку существуют четкие инструкции для инспекторов дорожно-патрульной службы в случае вот таких серьезных ДТП, которые связаны либо с серьезными физическими травмами, либо со смертными исходами, обязательно проводить алкогольную экспертизу. Из всех этих случаев наиболее достоверно является как раз то, что связано с дорожно-транспортными происшествиями. Остальные, они уже как бы не всегда достоверны. Почему? Потому что случай это может быть, может быть, да, когда это по горячим следам, когда еще экспертиза действительно показывает реальное потребление, то есть состояние алкогольного отравления, извините, опьянение, хотя отравление тоже правильно, на момент совершения преступления, да, то есть если взяли, грубо говоря, прямо на месте преступления, либо, ну, буквально по горячим следам в течение часа-двух, тогда да, это может экспертиза подтвердить. Если это раскрытие преступления происходит с каким-то запозданием, то это уже статистика не может быть достоверна. К сожалению. Хотя, я думаю, она достаточно близка к достоверной картине. И это, кстати, показывает статистика, связанная с антиалкогольной компанией «Горбачевское время». Вот, снижение бытовых преступлений, снижение изнасилований, снижение, в том числе каких-то крашей и так далее, очень серьёзное было. Очень серьёзное было. Благодарю. Следующие вопросы, четыре вопроса, задаёт Медоед Барсук. Первый вопрос. Правда ли, что в некоторых энциклопедиях алкоголь проходит как наркотическое средство? Я вам хочу сказать, да, это действительно так. Более того, существует ГОС-72 года на технический спирт ректифицированный, где спирт описывается приблизительно следующим образом, что эта бесцветная жидкость с характерным запахом является сильнодействующим нейроплазматическим ядом, который сначала вызывает наркотическим нейроплазматическим ядом, который сначала вызывает возбуждение, а затем паралич нервной системы. К сожалению, этот ГОС был не на пищевой спирт, а на технический. И для тех, кто имеет доступ к техническому спирту, то есть это радиоэлектронная промышленность, это химическая промышленность, где спирт очень много где, конечно, использовался, технически чистый. И проблемы были. И тогда этот ГОС писали независимо от алкогольной мафии, поэтому такая формулировка прошла тогда. А затем этот ГОС потихонечку начинали обрезать. То есть сначала оттуда убрали слово «яд», потом убрали слово «наркотик». И в конце концов в этом ГОС осталась только бесцветная жидкость с характерным запахом. К сожалению. Но тем не менее, для тех, кто занимается антиалкогольной пропагандой, ГОС 72-го года является хорошим подспорьем. Поэтому это действительно так, это правда. И вот, знаете, тут еще одна есть такая проблема по поводу наркотиков. Потому что существует несколько подходов к определению, что такое наркотик. У нас в государстве существует перечень наркотических средств. И если это вещество включено в этот перечень, то тогда оно называется наркотиком. И этот перечень, он является базой для юридического преследования людей за торговлю незаконно наркотиками, за употребление. Ну, сейчас уже за употребление отменили статью. А существует подход физиологический. То есть, какие изменения в психике, в организме человека вызывает введение внутри этого вещества. И там существуют критерии. То есть, это изменение эмоционального фона, изменение определенных процессов в жизни. И когда этот набор совпадает, то это вещество принято считать наркотиком. Но, к сожалению, по таким критериям алкоголь подходит под определение наркотиков. То есть, вы сами прекрасно видите, что происходит с людьми, как они себя ведут. И вы можете сопоставить это с поведением человека, который употребляет те наркотики, которые входят в перечень. Я думаю, что каждому взрослому человеку достаточно своего личного опыта, чтобы прийти к выводу. То есть, является это вещество наркотиком и мыли не является. И следующий вопрос какой был? А сейчас я хочу еще зачитать, как менялись ГОСТы. 1972 года. Этиловый спирт, легковоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Потом ГОСТы 82 года. Этиловый спирт, легковоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам. То есть, у нас убрали паралич нервной системы. И 1993 год. Этиловый спирт, легковоспламеняющая бесцветная жидкость с характерным запахом. Так, следующий вопрос. Второй вопрос от Медоеда Барсука. И почему в России алкоголь проходит как пищевой продукт? Ну, я вам хочу сказать, что в принципе, если вы погрузитесь немножко в тему, вы увидите, что противостояние происходит где-то на формально-официальном уровне между Минздравом и Минпродторгом, по-моему, называется, Министерство продуктового торговли, что-то вот как-то вот так оно называется. Если здравоохранение сталкивается с негативными явлениями, связанными с алкоголем, то Минпродторг, он сталкивается только с тем, что снижение продажи алкоголя снижает ему показатели. Потому что и акцизы большие, налоговые сборы большие, опять-таки, очень высокий уровень дохода, и есть чем пролоббировать свои интересы. И вот эти две структуры между собой бодаются. И я вам хочу сказать, что совершенно непостижимым образом иногда меняются формулировки от, так сказать, инициативного закона до того, как он проходит голосование. Какие там появляются запятые, какие там появляются слова, какие исчезают слова. Это отдельная очень интересная история, которая говорит о том, что эти явления не связаны с правильными, так сказать, законными методиками, методиками, как это правильно называется, с процедурами принятия законов, формирования законопроектов и так далее. То есть здесь явно чувствуется влияние. Но я вам хочу сказать, что когда я читал лекции в школах, мы с ребятами решали задачку. Сколько процентов прибыли приносит алкогольный, табачный бизнес? И мы выходили на цифры, в части алкогольного это порядка 6-8 тысяч процентов, в части табака это 13-16 тысяч процентов. Я так думаю, что вот это основное объяснение, почему спирт у нас входит в перечень пищевых продуктов. Это основное, наверное, главное объяснение. И вот эти тысячи процентов, они как в виде налогов поступают в казну государства, так и в виде прибыли в карман владельцев этого бизнеса. И дальше уже каждый защищает свой бизнес. Как государство в виде защиты налоговых сборов, так и предприниматели, если их можно так назвать, защищают свои прибыли. Следующий вопрос. К фразе, что мы социально программируемые. Ребёнок ходит в школу, институт. Ты ему говоришь, что пить, курить – это плохо. Его друзья показывают обратное. Как их победить? Я один, а их много. Ну, здесь можно провести, как бы, ну, опять-таки, если смотреть на срезе определённого возраста, то есть в каждом возрасте свои какие-то будут решения, свои вопросы. Но надо, я и с педагогами тоже это обсуждал, когда мы семинар проводили. То есть у меня получалось, что я в одном классе провожу лекцию, ну, допустим, где-то раз в год или раз в два года. А педагоги сталкиваются с детьми гораздо чаще. То есть два-три раза в неделю это в старших классах, либо в младших классах каждый день. Но родители-то с рождения и до достаточно зрелого возраста проводят время. То есть у вас возможностей больше, потому что вы чаще, больше времени проводите в семье, чем всё-таки на улице. И я вам хочу сказать по своему личному опыту. То, что я, да, получается, отказался. У меня сыну было, скажу, порядка восьми лет. Да, порядка восьми лет от алкоголя и от табака. И у моего сына был мой пример как возможность не алкогольного, не табачного поведения. Это уже большое дело. Это не уберегло его от того, что он попробовал, от того, что он даже была ситуация, напился. Но ему это дало всё-таки взгляд, что есть альтернатива, что это необязательное поведение. Вот у меня для того, чтобы прийти к такому решению, отказаться от алкогольного поведения, во многом повлияло понимание того, что я для своего сына являюсь таким программистом алкогольным или табачным. Вот это, понимаете, к сожалению, нельзя там либо сбросить фигуры с шахматной доски, либо вырвать страницу. Да, мы находимся каждый раз на каком-то определенном срезе, в какой-то конкретной ситуации. И приходится действовать сообразно ей. Но я хочу сказать, что даже если вы при своём ребёнке употребляли и показывали ему пример алкогольного поведения, если вы ему покажете пример отказа, это тоже будет очень мощным и сильным фактором. Благодарю, Андрей. Четвёртый вопрос от Медояда Барсука. Интересно ваше мнение. Как так получается, что все знают о реальном вреде алкоголя и сигарет, но его всё же транслируют? Почему сразу не призывать пить бензин? Вы знаете, у нас в трезвичном движении, когда ребята приходят, молодые, инициативные, снимали ролики о том, что мы со всеми наши ребята любим умеренно бить себя по голове сковородкой. Был такой видеоролик хороший, ребята снимали, довольно качественный, показывая глупость вот этого поведения, что я пью, но я пью умеренно. Либо действительно, что мы пьём бензин, но мы пьём бензин только по праздникам и только под хорошую закуску. Есть такие методы, действительно, но, к сожалению, опять-таки, понимаете, всё упирается приблизительно в ресурсы. Для того, чтобы снимать качественное видео, и довольно это надо делать постоянно, необходима определённая подпитка. на поддержка. Пусть даже если не непосредственно, но финансирование таких проектов, таких роликов, там и так далее, но хотя бы, чтобы люди, которые продвигают. Вот я вам приведу пример. Вот в воскресенье, 29 числа, в Одинцово состоится фестиваль «Победа жизни». Мы его в своё время задумывали из-за чего. Есть у нас знакомые ребята, группы, которые продвигают трезвый и здоровый образ жизни. Они поют песни, в которых нет призывов употреблять. Более того, призывают к здравомыслию, к здоровому образу жизни, к здоровому поведению, к пониманию того, что есть люди заинтересованные для того, чтобы вас совратить на путь самоубийства. Сначала морального, потом физического, сначала морального, потом интеллектуального, потом физического самоубийства. И, знаете, оказалась очень интересная вещь. Все площадки, которые более-менее доступны для групп, такие клубы, они в основном зарабатывают деньги на продажу алкоголя и табака. И когда вы договариваетесь с клубом о проведении мероприятия, то есть приезжает группа, мы с вами договариваемся, вот такого-то числа приезжает группа и начинается торг. И основной торг идет за раздел прибыли от бара. Приезжает группа, грот, кто-то, может быть, знает ее. Мы, допустим, договариваемся с клубом, все, давайте так, билеты наши, выручка с бара ваша. Те счастливые, основная это выручка с бара, приезжает группа, выход с бара практически ноль, вот, и все. Больше клуб эту группу никогда не захочет себе приглашать. Или приглашает другая группа, не хочу ее называть, которая поет про шишки, нет, шишки-плюшки, да, то есть, это, ну, однозначно алкогольное и наркотическое поведение пропагандирует. Компания известная, табачная, заклеивает своими плакатами весь клуб, проплачивает полностью организацию, все, что в бар собирает, клуб еще и себе берет, кроме того, что аренду получает. Вот, и получается, что? А получается, что группы, которые пропагандируют алкоголь, табак, и наркотическое поведение, они получают практически зеленую улицу во все клубы, а группы, которые пропагандируют здоровый образ жизни, здравомыслие и так далее, они теряют возможность выступать на таких площадках. Вот мы задумывали такой фестиваль, который бы помогал таким группам выступать. Вот, кто хочет, пожалуйста, в ближайшее воскресенье в Одинцово проходит фестиваль «Победа жизни», милости просим, пожалуйста, приходите, вот как альтернатива. Во многом, конечно, мы проигрываем фестивалям, где участвуют группы другие, но на энтузиазме что смогли, то сделали. Хотя он проходит уже у нас не первый год, первый мы провели, по-моему, в 12-м году уже, седьмой раз, наверное, если я не ошибаюсь, или в 13-м. Я вспомнил пример, вот по поводу бензина, когда рассказывали, как можно начать продавать мочу молодых поросят. Не слышал этот пример? Было, 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 да. Когда там надо сказать врачам, чтобы они по телевизору рассказали, что моча молодых поросят очень полезная, особенно там беременным и пожилым людям, и там витаминов очень много, и там потом по телевизору, радиокомпании, и все остальное, и через месяц начнутся продажи. Ну, я согласен. Вы знаете, я вот из подобных вывертов могу вам сказать еще одну очень интересную вещь, вот из своего личного опыта, когда я был студентом, у нас довольно часто были алкогольные такие вечеринки, мы устраивали, грубо говоря, даже молодые попойки, можно так сказать. И на одной из таких попойок у нас из девушек была беременная девушка, вот, и когда прочитала на бутылке, что беременным не рекомендуется, она вот не смогла из этой бутылки пить, она побежала, купила бутылку, где нет такой надписи, но тоже водку, вот, и эту водку она уже пила сама. Вот, и такая вот удивительная выверт женской психики, как из таких примеров, что даже вот эта надпись, которая на бутылке появляется, что нельзя беременным женщинам, да, даже она имеет значение. Вот, а если этой надписи нету, то, видите, найдется человек, который вот такую бутылку выпьет, несмотря на то, что беременные женщины. Следующий вопрос задает Виталий Кобучей. Я алкоголик со стажем. Как бросить пить? Знаю о вреде, все понимаю, но бросить не получается. Благодарю. Ну, я уже говорил, я вам очень рекомендую, если у вас в городе есть клуб оптималист, либо представители трезвенческого движения Союза борьбы за народную трезвость, обратиться к ним за помощью. Они, вы знаете, я вот хочу сказать, что активисты трезвенческого движения это либо те люди, которые в прошлом были алкоголиками и зачастую довольно тяжелыми, которые могут сравнить, что было с их жизнью, когда они находились под влиянием этой вредной привычки и как изменилась их жизнь после того, как они выбрались из этого алкогольного рабства. Вот, если нету такой возможности, нету поблизости, но пишите, вот, и ВКонтакте Андрей Сталинов есть, пишите мне в личку, я постараюсь вам помочь, потому что в рамках эфира тяжело совет такой дать, но это практически нереально. Вот, но знаете, что такие люди, которые хотят и готовы вам помочь, они есть. Надо их просто найти, надо их искать. И если вы действительно хотите отказаться, то метод Геннадия Андреевича Шичко, он помог, он стопроцентный для тех людей, которые готовы постараться, потому что на занятия приходили люди, которые, грубо говоря, человек выпивал и шел на занятия, где обучался методу избавления от алкогольной зависимости. И в итоге люди мало того, что сами избавлялись, они становились активистами троизнического движения, наверное, лучшими. Один из лучших таких пропагандистов это был тот, кого избавил в свое время Геннадий Андреевич Шичко еще в Ленинграде. И благодаря ему во многом развилось троизническое движение, он написал много, ну не много, но несколько книг я точно знаю. Чего и вам как бы желаю, чтобы вы нашли такого человека, который вам поможет. Помочь выход есть, знаете, это однозначно, выход есть. когда с вами общаются люди, которые сами хотят вам помочь, реально. Не денег на вас заработать, потому что большинство литературы, большинство клиник и так далее, они построены для одного. Это просто извлечение прибыли. В рамках прибыли те, которые люди испаивают и те, которые якобы избавляют, они друг для друга являются поставщиками клиентов. Благодарю, Андрей. Мне еще вспомнилось когда про растворитель. Когда человеку подходишь, спрашиваешь, будешь растворитель пить? Он говорит, нет, не буду. Говорит, ну а что, в принципе, водка состоит из спирта и растворителя снова там спирт идет? говорит, не буду. Ну давай, я тебе хорошего, дорогого растворителя куплю. Будешь? Не, не буду. Ну давай хотя бы на Новый год хоть немножечко рюмочку. Не, не буду, говорит. А тут получается все очень просто. Растворитель у нас продается в хозяйственном магазине, а водка продается в продуктовом. Ну да, одна из инициатив трезвенческого движения было как раз вывести за пределы продуктовой зоны алкоголь и продавать его например именно в отделах бытовой химии. Да, все правильно, конечно. Следующий вопрос. Сергей Медведев. А медовуху раньше пили. Интересно. В древности были алканавты? Ну, насколько я знаю, вы знаете, среди трезвенников очень много людей, которые интересуются прошлой культурой и действительно один из аргументов алкогольной мафии за алкогольное поведение это то, что это наша традиция, что всегда пили, деды пили и как бы раз деды, то и нам надо тоже пить. Есть исследования связанные собственно с медовухой в дохристианские времена медовуха входила в в ритуалы религиозные, которые были связаны с основными славянскими религиозными праздниками, которые были связаны с основными солнечными датами. То есть основные солнечные даты это четыре таких даты есть. Это летнее и зимнее солнцестояние и весеннее и осеннее равноденствия. И вот по этим собственно датам и происходили вот эти алкогольные возлияния. К сожалению, к сожалению надо отметить, что это методики объединения населения при управлении большими социальными группами они были издревле. И можно пример приводить табачные практики шаманов Америки это можно приводить примеры начиная от зороастрийских возлияний мусома назывался напиток издревле к сожалению эта практика была в действительности. И это связано было с тем что о чем я собственно и говорил почему боятся сухого закона в России например. То есть искажение въедения психики человека снижает критичность его к поведению властей. И известное высказывание Екатерины о том что пьяным народом легче управлять. Это один из аргументов опять-таки почему продолжается лотокализация населения. И получается некий колебательный процесс. С одной стороны алкоголизация населения облегчает помыкание этим населением с другой стороны алкоголизация населения приводит к деградации к демографическим проблемам и тогда приходится по властям снижать алкоголизацию. И вот такой маятник качается туда-сюда власти в этом колебательном процессе ведут себя довольно-таки некрасиво мягко говоря. Благодарю Андрей. По поводу медовых я скажу что раньше было очень до сих пор рецепта медовых это толком никто ее не знает и как он делался. Сейчас много продуктов медовых но я вам хочу сказать с теми пасечниками с которыми я общался такими идейными они говорят что переводить мед на алкоголь это просто преступление. И раньше не было такого что я стукнула 18 лет и ты пошел медовухи напился и валяешься на лавочке. Раньше по-моему там даже женщин нельзя было пить мужчины там только смотря сколько детей от 12 детей тогда можно было употреблять что-то там. Ну сложно сказать. Честно говоря не существует же такого кодекса поведения или кодекса медовухи который бы в документальном виде до нас дошел это все такие реконструкции которые на многих косвенных параметрах то есть однозначно этого утверждать практически невозможно. Можно сказать ну опять-таки я когда говорю об этом это ведь тоже определенное допущение на своем личном опыте на тех материалах которые я столкнулся да которые наши соратники по трезвическому движению разыскивали да то есть можно же вспомнить указ о том что русских надо бить плетьми чтобы они ходили в кабак понимаете то есть свое время для того чтобы русский человек пошел в кабак его приходилось бить плетьми да то есть насколько это достоверный документ который предписывает Ивану четвертому но тоже вопрос да но вполне возможно я допускаю что так могло быть допустим если казна пуста а основной источник пополнения это казенные кабаки ну да вполне возможно следующий вопрос задает и дает барсук было ли такое что наши предки включая таких людей как наши великие богатыри пили постоянно беспробудно и именно от них нам досталась эта черта пить по черному как думаете но вы знаете это вот в рамках сегодняшних понятий обсуждать как вели себя это даже были не сословия это было практически кастовое общество ведическое и отдельно но касты не совсем правильное понятие да то есть скорее варна но тем не менее поведение сравнивать воина и поведение допустим жреца и поведение крестьянина ну это практически невозможно да и купца вот это были совершенно такие ну не то чтобы совершенно но довольно параллельные слои общества которые слабо друг с другом пересекались то есть например человека крови вот есть былинные да сказания о том как Илья пахал землю но оно могло возникнуть только гораздо позже то есть человека крови допустить к паханию земли было недопустимо да то есть это практически было сквернение земли вот то есть вот эта информация она до нас доходит во-первых в искаженном довольно таки виде во-вторых судить о поведении тогда исходя из понимания общественного устройства сегодняшнего но это нереально да я допускаю что воины могли напиваться это ведь очень стрессово и такое очень тяжелое психологическое занятие убивать людей тем более это были профессионалы и кто был на войне ну знает много же людей прошло через чеченскую компанию много людей прошло через Афганистан много людей прошло ну сейчас меньше через Донбасс добровольцы ездили но у всех остается мощная психологическая стресс травма многие испытывают потом проблемы со сном проблемы с общением с людьми с многими вот и алкоголь вот что надо сказать как наркотик да как наркотик он влияет на психику и многие проблемы они не решаются но на какое-то время можно снизить вот этот дискомфорт и в трезвичном движении кстати вот как бы мы отрицательно не относились к любому употреблению алкоголя все-таки алкоголь это наркотик и если допустим у вас возникает ситуация что человек может умереть от болевого шока вот в этой ситуации считается допустимым применение алкоголя для того чтобы снизить вероятность этого самого болевого шока который вызывает зачастую смертельный исход вот и употребление воинской среде так скажем алкоголя оно связано с тем что психика человека не в состоянии справится с этим стрессом который вызывает близко к шоковому состоянию и этим объясняется употребление алкоголя во многом да и всегда есть выбор употреблять или не употреблять то же самое во вторую мировую войну когда сдавали 100 грамм фронтовых кто-то пил а кто-то же не пил ну вот кстати вокруг этих 100 грамм тоже очень много вот вы знаете вот любого касаешься практически момента тут можно разворачивать целую лекцию то есть когда например давали когда не давали то есть кому давали кому не давали то есть что касается маршалов род там это практиковал что касается технических серьезных специальностей это летный состав это танкисты там с алкоголем было очень строго потому что ну что говорить вот я по себе могу судить один раз я себе позволил перепарковать машину вот после бокала вина вот я уже почувствовал что это совершенно ну не то владение автомобилем а что говорить если от урв владением там самолет это вот очень сложно было не то что в бою управлять да даже просто взлететь и сесть на самолете это уже было довольно сложно сейчас гораздо проще владение танком слаженность и так далее ну это я думаю как сказать сейчас очень сложно оценить насколько серьезным фактором были эти самые 100 грамм да когда тебе надо встать и пойти под пули это одно вот когда тебе надо управлять чем-то более сложным более серьезным это совершенно другое должна быть трезвая голова ну да и опять-таки вот рассказы моего деда который прошел через войну про эти самые тоже 100 грамм он говорил что мало что очень много погибало от такого возлияния хотя он как раз служил в пехоте я тоже об этом слышал что именно те кто употреблял они почему-то и умирали реплика Александр поздеев если нету силы воли не стоит бросать пить вы знаете что касается силы воли сила воли она это не как бы не отдельно взятое природное явление сила воли это является следствием вот для меня мотивации вот как можно сказать силой которая помогла мне избавиться в свое время от алкогольного поведения явилось вот то о чем я уже говорил что осознание что я своим поведением ставлю своего сына на рельсы алкоголя и табака для вас тоже возможно существует некий такой момент принципиальный вы просто не видите между этим принципиальным моментом и алкогольным поведением связь достаточно вам будет понять что для вас в жизни самое главное и увидеть вот эту связь и у вас появится мотивация для того чтобы отказаться от алкогольного поведения с появлением мотивации у вас возникнет вот эта самая сила воли да благодарю Андрей я тоже когда раньше и курил и употреблял я тоже мне вообще не нужна была сила воли чтобы бросить я просто осознал что я просто убиваю свой организм и все и вот у меня просто как отрубило я за один день просто бросил курить а через год я полностью отказался от алкоголя просто осознанием без какой-то силы воли вот вот это кстати тоже один из мифов что нужна какая-то вот эта сила она на самом деле не нужна проблема состоит в том что присутствует вот это запрограммированность на алкогольное или табачное поведение связанное с нашим непониманием что же мы на самом деле с собой вытворяем я могу с вами поделиться как дополнением своим опытом для меня была проблема отказаться от табака я силой воли на одном желании отказаться снизил употребление табака где-то до полутора двух сигарет в день ни жвачки ничего не помогало пока мне не попала в руки книга которая описывает как алкоголь и табак влияет на те или иные сферы жизни она называется оружие геноцида эта книжка оружие геноцида и там как дополнение есть что-то связанное самоубийством людей вот я прочитал эту книжку и у меня желание курить просто пропало вот но я хочу сказать что ну далеко не для всех этого будет достаточно прочитать такую книжку кому-то достаточно прочитать книгу Алина Кара легкий способ бросить курить кому-то это не помогает потому что на самом деле там способы нету там есть просто описание многих жизненных ситуаций связанных с алкогольным или табачным поведением а кому-то этого не хватает там сзади есть перечень клиник платных которые можно обратиться за помощью вот то есть по большому счету можно сказать что книга Алина Кара вот это это маркетинговый ход вот с одной стороны она действительно кому-то помогает бросить пить и курить ну а кому не помогает добро пожаловать в платной клинике благодарю Андрей еще одна реплика Виктор Куприянов а по-моему здесь фактор экономический табак и алкоголь приносят в казну львиную долю прибыли не ну мы касались этого вопроса но если хоть если вы хотите то можно развить этот момент есть экономический я вам показывал еще политический момент да то есть что народ который находится под давлением алкогольным он не способен во-первых на серьезную самоорганизацию на осознание даже сути проблемы и тем более на серьезную самоорганизацию для организованной борьбы против эксплуатации вот да конечно это имеет и экономическое вот но и и политическое в том числе вот то есть если выделять например и политическое в том числе в этом не заинтересованы страны-конкуренты да для того чтобы в России был сухой закон и для того чтобы Россия могла на базе генетического потенциала русского народа и всех русских народов выйти вперед в межгосударственной конкуренции то есть я уже упоминал да что нет такой сферы народного хозяйства и человеческих любых других взаимоотношений на которые бы не влиял алкоголь если вы хотите одолеть какое-нибудь государство то ну чудесный пример это индейцы коренные населения Северной Америки их было больше ста миллионов сколько их теперь Немного Следующий вопрос Бажена Максименко Я помню когда гуляли очень бурно в праздники в скобочках до 90-х годов с песнями застольями с плясками да по всей ночи еще с вино домашним и покрепче пели после праздников ни у кого не возникало желания продолжать все шли работать и вели трезвую жизнь до следующего праздника с чем связано такое изменение в сознании после 90-х годов Вы знаете я все-таки был довольно молодым человеком я в 90-м 91-м году поступил в институт только поэтому я не могу сказать что я бы видел эту тенденцию но я вам хочу сказать следующий момент что я заметил когда была и вот связь я для себя выявил уже как раз после того как стал участником туризмического движения после введения вот этих самых антиалкогольных мер в Советском Союзе у нас я жил в военном городке у нас появился кружок радиолюбительства у нас появился кружок стал вести один из родителей ОФП у нас появился кружок шахматный у нас это все вели родители на общественных началах у нас появились отцы у нас была такая детская забава знаете мы где-то в мае весной бегали на поле ловили майских жуков и потом ну как-то всяко играли соревновали у кого усы там у жука пушистые у кого жук больше ну и так далее там соревнования между этими жуками устроили ну забава такая детская была суть не в этом суть в том что после введения вот этой антиалкогольной кампании у нас одной весной это превратилось в какое-то просто народное гулянье вместе с нами с пацанами вышли там матери какие-то вынесли бутерброды ужины термосы с нами отцы там какие-то сачки делали тоже гоняли за этими жуками мы стали вечерами у нас на стадионах появились отцы мы стали футбол играть так в основном пацаны гоняли а так с нами отцы стали гонять футбол вот вы знаете я вот сопоставил вот эти два момента антиалкогольные компании то как у нас появились отцы только уже в 2000 получается где-то 7-8 году я для себя обнаружил вот эту взаимосвязь вот по поводу вот этих гулянок я вам ничего не могу сказать я могу только это сказать по своему личному благодарю Андрей следующий вопрос задает медоед барсук не потеряли ли вы друзей став участником данной организации пьют почти все ну или многие или как ваша организация крепчает увеличивается только честно но насчет друзей вы знаете я наоборот приобрел настоящих друзей и тех друзей которые стали принимать активное участие до этого у нас получается ну сложно сказать можно сказать друзья да но больше это были все-таки собутыльники так скажем которые интересны и удобны было вместе отравлять себя этим самым алкоголем вот сейчас у меня есть товарищи которым я могу любое время позвонить попросить если они смогут они всегда помогут тоже так же и я осознание вот этой самой дружбы оно настоящей дружбы то есть некоторые говорят что такое дружить да это другим жить да жить интересами другого человека понимать осознавать и ты готов часть своей жизни отдать другому вот отдавать свою жизнь алкогольным возлиянием это нельзя сказать что это интересы другого человека да действительно круг общения изменился это действительно так но с этим же можно знаете как сравнить я вот по сыну наблюдаю да то есть был выпускной вечер в детском саду вот какое-то время дети еще общались после детского сада выпускной вечер был в школе да то есть там тоже девочки плачут ребята там жмут руки друг другу вот но какое-то время они еще общаются то есть каждый переходной этап он связан с изменением интересов жизненных взглядов и так далее и дружба да то что считается дружба в тот момент наверное не совсем все-таки это дружба и с каждым таким переходом у тебя меняется круг общения у тебя меняются мои соратники товарищи настоящие друзья вот наверное и с изменением поведения алкогольного выходом да из алкогольного поведения выход в трезвую жизнь он наверное тоже такой же этап такой же вот переход и действительно да да действительно меняется круг общения я с тобой согласил Андрей в том что тяжело назвать друзьями людей с которыми ты употребляешь наркотики потому что сегодня у тебя есть бутылка у тебя есть так называемые друзья завтра у тебя бутылки нету и все потерялось на который хочется обратить внимание некоторых людей это пугает почему я привел эти примеры что не надо этого бояться настоящий друг он же не бросит тебя тем более когда ты бросил употреблять наркотики он наоборот скажет какой ты молодец и пойдет по твоему примеру или порадуются за тебя или порадуются а те которые просто отошли от тебя ну и все искать и ритью им дорога следующий вопрос задает Максим Архипов здравия всем здравия Евгений Андрей алкоголь продается вместе с продуктами питания можно ли продвинуть петицию закон о наказании за продажу наркотика как еды или государство или государство само себя не накажет вы знаете была очень интересная инициатива опять-таки у нас в трейлерском движении и к сожалению не удалось ее продвинуть ведь на каждой пачке сигарет написано что курение вредит здоровью а существует у нас закон о защите прав потребителей что не допускается продажа товаров которые доносят вред здоровью человека вот и через организации по защите прав потребителей и через это законодательство была попытка была попытка ограничить продажу табака вот но к сожалению к сожалению я вам хочу сказать что как существуют мифы алкогольные также существуют мифы о юриспруденции о верховенстве закона ну и так далее вот к сожалению оказалось что вот эти вот закон о защите прав потребителей это такие же мифы как и мифы о полезности алкоголя если существует так скажем серьезный интерес у власть придержащих в том чтобы оставить так как есть оно так и останется вот и если не будет организованного серьезного давления снизу то это не изменится для организации такого серьезного давления снизу требуется более серьезные ресурсы чем есть сейчас в наличии так скажем благодарю Андрей я тоже хочу привести пример у меня по поводу табака у меня магазин есть он находится в 33 метрах от школы а по статье 19 ограничение торговли табачной продукцией часть 7 там там первый или второй ну да есть так называемая 100 метровка да там по прямой линии 100 метров должно быть от ближайших два ограды да я написал в Роспотребнадзор они мне ответили что все нормально мы провели проверку там табаком не торгуют я пошел сфотографировал написал президенту не помню на какой сайт но там на его сайт обратился там все привел примеры показал фотографии потом приходит с Роспотребнадзора где-то через неделю мы провели проверку там все ограничено да мы согласны там и ограничили торговлю табачной продукцией я пришел в магазин и действительно у них было написано табачной продукцией мы не мы не продаем но потом правда наверное прошел месяц и у них опять начали продаваться табачная продукция так что если у кого есть желание с этим можно в принципе побороться по закону даже с табачной продукцией да есть сайт в интернете где описаны инструкции четкие инструкции куда как писать сейчас к сожалению наизусть не помню мы даже знаете детям устраивали игры называется гражданский дозор вот мы в Москве в Одинцово дробили территорию на участке запускали на каждый участок команду из ребят ребята гоняли по территории и выявляли точки с нарушением торговли в части алкоголя и табака вот и за один день такой игры работы Роспотребнадзору хватало потом на год на проверки вот дело в том что любые организации можно проверять не чаще там определенного периода да то есть там ну грубо говоря не чаще раз в три года имеет право Роспотребнадзор по своей инициативе проверять а вот по обращению граждан они обязаны провести проверку вот и поэтому вот наша активная позиция и соответственно знание о том что вблизи от учебных учреждений медицинских учреждений спортивных учреждений нельзя торговать табаком и алкоголем то есть это детские сады школы стадионы на территории транспортных организаций нельзя вот и наше обращение оно уже обязывает определенный срок организацию отреагировать вот и если если допустим тот же Роспотребнадзор он ограничивает с отписками вы имеете право обратиться в прокуратуру вот либо написать повторное письмо если вам Роспотребнадзор вот так вот отписался вы тогда пишите письмо в два адреса сразу и пишите в Роспотребнадзор что копия данного письма и обращения отправлено в прокуратуру это их немножко подбодрит чтобы так сказать не формальными отписками ограничиться а провести реальную работу потому что прокуратура она проверит как отработало Роспотребнадзор может им повлиять так скажем на более серьезную работу нашел я сайт куда президент описал называется управление президента по работе с обращениями граждан и организаций вот через него получается повлияли на наш Роспотребнадзор ну скорее всего управление делами я тоже обращался в свое время там по другому вопросу вот они обычно все таки спускают в профильные организации и более правильно будет написать в Роспотребнадзор и прокуратуру потому что все равно управление делами президента оно такие вещи отправляет в профильную организацию то есть отправит в местные органы прокуратуры Роспотребнадзор в ваше обращение да конечно Следующий вопрос задаёт Юрий Бла-бла-бла Слышал от знакомого, что тем, кто участвовал в устранении последствий в аварии в Чернобыле, наливали стакан водки Она типа радиацию выводит из организма, и лучше ещё ничего не придумали Вы знаете, очень много мифов связано с тем, что с помощью алкоголя можно решить ту или иную проблему, в том числе и касательно радионуклеидов Я в том числе участвовал в таком движении, как зимнее плавание И оно как раз образовалось в том числе и из-за того, что произошло с моряками-подводниками Подводной лодки «Комсомолец», которая затонула И при спасательной операции, когда подводников поднимали наверх, одна из проблем – это было переохлаждение И люди, которые пытались оказать им помощь, которые наливали алкоголь, они их просто убивали Следующий момент, что касается радионуклеидов Ситуация здесь следующая Когда у вас внутрь попадают радиоактивные элементы Это обычно тяжёлый металл, который имеет свойство оседать в определённых местах Это обычно подколенные впадины и подмышечные впадины Где наибольшая, так скажем, концентрация Когда по вам проводят дозиметр, и дозиметр в этих местах показывает повышенную радиацию И вам говорят, что такая вот беда После того, как человек употребляет алкоголь, происходит растворение связующих Я не медик, точно вам не скажу, как это правильно называется Связующих элементов, которые вот эти тяжёлые металлы удерживают в этих местах И они просто начинают размываться по всему организму Когда по вам проводят дозиметром Он вот эти места повышенной радиации не обнаруживает И для исследователя вот такого неискушённого Создаётся впечатление, что уровень радиационного заражения организма снизится Вот это есть такая серьёзная проблема Действительно, что вот эти алкогольные мифы Они из разряда Как бы одна бабка сказала Переходят в определённую практику В серьёзных таких вот ситуациях Типа аварий на Чернобыльской раконной станции В том числе, как мне рассказывали в нашем движении зимнего плавания Что во время спасательной операции на подводной лодке «Комсомолец» Больше людей погибло от неправильного оказания помощи при переохлаждении Что как раз те люди, которым не смогли оказать никакой помощи Кроме того, что просто их завернули в одеяло Вот из этих людей, которым не смогли оказать помощи Выжило гораздо больше, чем те, кому пытались неправильно оказать помощь Да, я тоже слышал про это Всегда нужно, получается, включать здравомыслие Ну, вы понимаете, здравомыслие Оно у нас сейчас, к сожалению, не в... Как это сейчас можно говорить, не в тренде Ну да Следующая реплика Серёга главный Родители — это совсем не генератор, как говорит ведущий Мои родители не пили, не курили Я курю до сих пор, а пил лет 15 Всё зависит от индивидуума и его мировоззрения Ну, вы знаете, каждый человек в отдельности — это что-то неповторимое явление Но существует определённая статистика Когда мы говорим о том, как формируется человек Это всё-таки больше статистическая модель Любая статистическая модель вам говорит, что по нормальному распределению гаусса существуют так называемые хвосты То есть это левый хвост и правый хвост Левый хвост — это отклонение в сторону наихудших показателей И 10% всегда попадает, допустим, вот в этот хвост И 10% отклонение в наилучшие показания То есть в семье абсолютно неблагополучных, например, рождается гениальный ребёнок Который добивается грандиозного успеха в жизни Да, такое явление существует Что действительно в трезвой семье или в семье интеллигентной и так далее Происходит уход в совершенно другую сторону Да, это существует Но существует и статистическое ядро Мы больше, конечно, говорим о таком статистическом ядре Чтобы говорить о какой-то семье в отдельности Это надо заниматься исследованием этой семьи Что, почему, как И то ещё не факт, что ваши наблюдения, ваши исследования Дадут вам адекватную картину, почему так произошло Надо исследовать дяди, тёти, сестёр, братья, всех Это очень серьёзная научная работа Которая, мягко говоря, своими результатами Может заинтересовать только членов этой семьи Согласен Следующая реплика Наталья М Сейчас много женщин пьющих Одна знакомая психушку попала из-за поддельной водки Как сказали врачи Другая сама медичка Каждый выходной по пол-литра водки выпивает И у нас ещё есть четыре реплики Ну вот я бы хотел прокомментировать этот момент Вы знаете Геннадий Андрей Чичко Вот как раз в 80-е Конец 80-х Вот По-моему, да Как раз вот там Ну тяжёлые были для него времена И он подрабатывал тем, что избавлял людей от алкогольной зависимости Как он это делал Он отгородил край коридорчика Тупичок такой Покрасил стены Ну всё в белый цвет Повесил простую лампочку Создал обстановку, которая Ну не за что глазу зацепится Стол покрашенный в белый цвет Стол То есть ничто не должно было отвлекать внимание человека И когда к нему обычно ведь Ну так бы жена приводит Жена приводила мужа, алкоголика И говорит Вот доктор, помогите, спасите Он говорит Ну хорошо, пусть завтра муж приходит И купит бутылку водки Вот И мужчина такой Опа, амки Какой хороший доктор То есть завтра я точно выпью И при том жена не сможет меня укорять Да, что это опять нажрался сволочь Там и так далее Вот А доктор сказал купить водки Вот И на следующий день человек приходил Вот И Геннадий Андреевич Его давал Такой опросник Где первый вопрос Говорит Если У вас есть желание выпить Налейте себе рюмку И выпейте И дальше шли вопросы Напишите, пожалуйста Что вы почувствовали Во рту Напишите, пожалуйста Что вы почувствовали В пищеводке Что вы почувствовали В желудке Опишите свои ощущения Которые И Ну там такой довольно длинный вопросник Вот Где человеку Треблось провести Ну серьезный Самоанализ Да То есть какие изменения Происходят с ним После того Как он выпил Одну рюмку Вот После этого Если Там следующий Конечный был вопрос Который зациклил На первый Который уже требовал Что последние Несколько вопросов Требовали Выразить свое Как бы отношение То есть положительное Это или отрицательное Там Если хотите Там еще рюмку То переедите В начало списка Ну человек После третьей Четвертой рюмки Выскакивал Говорил Что вы мне за водку Подсунули Мне от нее Гадко и противно И отвратительно Вот На что Геннадий Андреевич Ему говорил Приблизительно следующее Ну Вы же сами Эту водку Купили Это же не я Вы мою подсунули Человек говорил Да вроде Но может быть Я не ту водку Купил Он говорит Ну Он по-доброму Обычно Который относился Там милейший Там Дружище Друг Говорит Давайте Вы наверное Сегодня с водкой Ошиблись Вы завтра Говорите Приходите С другой Выберите Нормально Вот И через некоторое время Оказывалось Что нормальной водки Просто не существует То есть Вот это выражение Врачей Которые до нас Донесли Что Такую-то Не такую водку Человек выпил Что она там Паленая Что она поддельная Вот это тоже Кстати Очень интересный Такой миф Что существует Некая эталонная Такая правильная Водка Существует Водка неправильная В психушку Попадают люди Которые пьют Вне зависимости Я вам хочу сказать Да То есть Вероятность Попасть в психушку От От спирта С большим количеством Таких же Или еще Более ядовитых Примесей Конечно Выше Чем если вы будете Пить Некий Более Чистый спирт Это действительно Так Вот Но Сказать Что Если вы будете Пить Самые дорогие Чистые Высокой очистки Спиртосодержащие Растворы И это вас убережет От дурки От психушки Такого сказать нельзя Благодарю Андрей За пример Я тоже считаю Что алкоголь Это наркотики И яд И не бывает Плохого Или хорошего алкоголя Бывает только яд Который убивает Или быстро Или медленно И у нас есть Четыре реплики От Сереги Главного Реплика У молодежи Забрали Красные уголки Бесплатные секции Пиво Дешевле Газировки От нечего Делать Молодежь И начинает Пить Курить И прочее Ну вы знаете Я бы хотел поправить Я Трудился Несколько лет В государственном Бюджетном Учреждении Которое Оказывает Населению Услуги Бесплатные Услуги По Культурному Досугу Это Так называемое Было ГБУ Созвездие Находится оно Недалеко от Метро Нагорное Оказывали Услуги Там проводили Занятия Как и для детей Бесплатные По Обучению Танцам Так и для Более взрослых Людей И в том числе Для пожилых На самом деле Существуют Сейчас Очень Ну такие В основном Это от советского Времени Оставшиеся Такие Социальные Учреждения Которые Оказывают Бесплатные Услуги Правда Произошла Недавно Реформа И их Из муниципального Подчинения Отдали Почему-то Министерство Культуры Но я так понимаю Что это В основном Какие-то Интриги Связанные С Перераспределением Капитальных Вот этих Фондов Зданий Всего остального Вот Соответственно Ну и потоки На финансирование Но я вам хочу сказать Что здесь Существует Другой вопрос Что большая Проблема В том Что Как это все Организовано То есть С одной стороны Вроде бы Это и доступно Вы можете записаться Практически Бесплатно Во многие Такие Занятия Секции Там Кружки И так далее Вот И государство Их финансирует Но с другой стороны Так организовано Что Ну Молодежи Туда Конечно Ну Не очень Интересно Но опять-таки Вы понимаете Вот Это очень большая Проблема И Ну она Как бы Касается Тоже И вопрос Вот этого Алкоголя Потому что Культурный Досуг Да То есть Как альтернатива Алкогольному Мы Ну я вам уже Это вот Как бы На примере Музыкальных Групп Тоже рассказывал К сожалению К большому Сожалению Да Мы Проигрываем Вот эту Борьбу Это действительно Так Вот Но бесплатные Существуют Неправильно Неправильно Было бы сказать Что этого Вообще Нет Оно есть Оно есть Но Мы проигрываем Реально Вот эту борьбу За наше будущее За будущее Наши детей На сегодняшний день Мы в проигрыше Следующая реплика Раз затронули военных Подводникам полагается вино Ну Ну да Действительно Это так Но Многие Ну это опять таки Спорно Это очень спорная вещь Я не знаю До сих пор До сих пор Полагается вино Честно вам скажу Знаю что было Да Но кроме вина Туда еще входило Много чего Да То есть И красная икра Туда входила И красная рыба Туда входила И Мясные продукты Определенные Повышенного Качества Так скажем И потребительских Свой Много чего Туда входило Кроме вина Другой вопрос Что да Действительно Алкогольные Пропагандисты Алкогольной мафии Используют это Как один из аргументов Вот Я не знаю Входит ли до сих пор Но опять-таки Почему Входило это вино Опять-таки Вот этот миф Связанный с радионуклеидами Потому что Это вино Оно входило В паек Подводников Которые служат На атомных Подводных лодках Вот Но я вам уже Рассказал Почему И из-за чего Да И как это происходит То есть Это очень Интернационная система Сами Знаете Насколько Вся эта бюрократия Да То есть Например Многие нормативы По витаминам Да По тому Как формируются Витаминные комплексы Они Сформированы Сформированы На базе Научных исследований Военного времени Которые Ставили Своей целью Дать минимальный Необходимый Набор витаминов Для того Чтобы человек Просто не Умер А сейчас Второй подход Более правильный До сих пор Существуют Вот эти нормы Исходя из которых Формируются И показания Врачей И формируются Таблетки Которые В аптеках Продаются Это просто Вот эта Сумасшедшая Инерция Вот этого Бюрократического Аппарата И вот этот Винный Вопрос Я думаю Тоже больше Связан именно С этим Что до сих пор Вот этот Влияет Вот этот Миф Связанный С Не очень Хорошим Представлением Что же Собственно Происходит При радиационном Заражении Организма И как С этим Бороться Благодарю Андрей Я вот тут Слышал По поводу Подводников Что им Дают вино Чтобы у них Пищеварительная Система Хорошо работала Потому что Они в замкнутом Пространстве Мало двигаются И поэтому Вино дают Якобы Она улучшает Пищеварение Но например В некоторых странах Где не дают Вино Где точно так же Есть подводники У них Например Дают там Борщ На ужин На обед Вот И дают Много фруктов И у них Нормально работает Пищеварительная Система Без вина Следующая Реплика Вопрос Кто автор Книги Оружие Геноцида Насколько я помню Книга Оружие Геноцида Издавалась Некой Академии Управления Это Не входит Она в библиотеку Концепт Общественной Безопасности Вот То есть Если вы хотите В электронном Виде Ее можно Найти На сайтах Вода СПБ Точка Ру Доту Ру КПЕ Точка Ру Ну Это так Вот На память То есть Она в электронном Виде Есть В бумажном Виде Это Можно Издательство Концептуал Приобрести Вот Если вас Интересует Авторство Это Анонимный Авторский Коллектив Вот И под редакцией По-моему Академия Управления Выпускался Благодарю И последняя Реплика От Сереги Главного Людям Создали Матрицу В которой Праздник Без алкоголя Скучная Посиделка Ну Совершенно Верно Слово Матрица Оно Подходящее Существует Даже Такой Термин Как Матричное Управление То есть Когда вы Формируете Матрицу То человек Обладает Определенной Свободой Поведения Но внутри Этой Матрицы Вот То есть Человек Вроде бы С одной Стороны Сам Принимает Решение Но он Даже Не ощущает Что Для него Даже Не существует Такой Постановки Вопрос Что он Неволен То есть Он ощущает Себя Вольным Но Но Оно Остается В рамках Матрицы Сформированной Кем То Для Него Это Да Это Существенная Проблема В том Именно В том Что человек Не Не видит Вот этого Влияния Извне И Принуждения Вот Да и Любой Алкоголик Основная Проблема Вы знаете Вот Вот нам Человек Писал Что он Алкоголик Вы знаете Одно То Что он Признает Себя Алкоголиком Это Уже Огромный Шаг К решению Этой Проблемы Потому Что для Большинства Людей Алкоголезависимых Они Не признают Себя Что у них Есть такая Проблема Что они Алкоголик И Гораздо Большая Проблема Человеку Показать Что он Находится В беде Чем Помочь Ему Избавиться От этой беды Когда человек Понимает Что он Находится В этой беде Что это Реальная Проблема Дальше Тоже Вопрос Техники Так скажем Потому Что можно Сказать Что для Кого-то Выходом Из этой Проблемы Является Страх Смерти То есть Врач Если скажет Что для тебя Слово Алкоголь И слово Смерть Означает Одно И то же И страх Смерти Встает Преградой Для алкогольных Программ И постепенно Психика Научается Бороться То есть Сначала Это некая Такая Стрессовая Мобилизация Психики Потом Уже Психика Вырабатывает Такие Повседневные Нестрессовые Методы Противостояния Для кого-то Для меня Например Проблемой Была Прежде всего Ответственность Перед сыном Плюс Еще Осознание Того Что Алкоголь Алкоголь Смывает Разницу Между Человеком И животным То есть Основной Разницей Между Человеком И животным И является Его Психика А ум Интеллект Там Много Можно Синонимов Найти Но Это Прежде всего Алгоритм И психики Алкоголь Он Эту Разницу Между Животным И человеком Он уничтожает И человек Превращается Практически В животное Даже Зачастую Хуже Животного Потому что Человек Начинает Терять И Неотъемлемый Даже От поведения Животного Алгоритм Поведения Это Самосохранение Это Забота О потомстве Забота О сохранении Своего вида Вот И Вот Показав Эту Проблематику Да Убедить Человека Невозможно Вы знаете С каждым Человеком Получается Это Настолько Индивидуально Вот Найти Вот Тот Какой-то Момент На фоне Которого Можно Показать Что Это У него Серьезная Проблема Благодарю Андрей Ну что Все вопросы Я задал Реплики Все Озвучил Наш эфир Подходит К концу И Под традицией Я прошу Тебя Пожелать Что-нибудь Доброе Вечное Нашим Слушателям И зрителям Ну Тот Тот Человек Который Употребляет Наркотики Он Наркотики Они Оставляют Следы Не только На том Кто их Принимает Но и На будущих Его Поколениях Поэтому Когда человек Употребляет Наркотики Он Убивает Не только Себя Он Убивает Своё Будущее Я Благодарю Тебя Андрей За Интересный Познавательный Эфир Причина И методы Избавления От Алкогольной Зависимости Была Тема Сегодняшнего Эфира В Виртуальной Студии Находился Евгений Роденко И Андрей Сталинов Сегодня 24 Сентября 2019 Года Вторник Благодарю Всех За Участие Берегите Себя И своих Близких Увидимся И услышимся Быть Добру Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова